В 2003 году, когда на улице Северная возводили три многоэтажных дома, ничего спорного в вопросе перекрытия сквозного движения не было. Жители частного сектора микрорайона Верхняя Отрадная сами попросили перекрыть проезд. В первую очередь их беспокоила строительная техника, которая проезжала бы рядом с их домами. Теперь ситуация внезапно изменилась и даже обратила на себя внимание общественников района. Есть сбор подписей, который проводили жители Верхнего Отрадного, в котором они сами выступают против здесь организации какого-либо движения. Поэтому здесь жители Верхнего Отрадного немного противоречат своим желаниям. То есть раньше они были против какого-то проезда, теперь они этот проезд хотят видеть, потому что им так удобнее. Из микрорайона существует и второй выезд – на Красногорское шоссе. Ранее он вполне устраивал у жителей. Однако они изменили свое мнение после того, как в эксплуатацию ввели северный объезд Одинцова. Когда ввели, соответственно, платную дорогу, им нужно будет делать крюк порядка 3-3,5 километров, чтобы добраться до своих домов. Крюк это занимает, вы знаете, на скорости, как бы на платной дороге ограниченная отметкой 100 километров в час, поэтому где-то примерно 3-5 минут. Представители ТСН «Северная» категорически против сквозного проезда автомобилей. Во дворах расположены игровые площадки и даже детский сад. Кроме того, местные жители уверены, что движение транспорта будет угрожать экологии. Несмотря на это, представители ТСН согласны обеспечить проход пешеходам по своей территории. Управление ТСН для обеспечения удобства прохода через территорию готово разрешить пешеходам проходить через территорию для того, чтобы теоретически сократить время прохода каким-то важным объектом. Это осуществляется за счет выдачи заинтересованным лицам ключей, которые могут открыть колебку, пройти про территорию и закрыть с той стороны. В трех многоквартирных домах проживает более тысячи человек. Земля и недвижимое имущество здесь является общедалевой собственностью участников ТСН, которые содержат его за собственный счет. В конечном счете именно они решают, разрешит ли сквозной проезд. Это подтверждается и перепиской местных жителей с главным управлением дорожного хозяйства Московской области. Получается конфликт, когда 50 человек хотят проезда, а больше тысячи человек проезда не хотят. Соответственно, позиция общественной палаты однозначна. Мы всегда поддерживаем большинство. Губернатор сказал, житель всегда прав. Подразумеваю под этим, что право большинство и большинство подавляющее. Сегодня ситуация остается неразрешенной. Представители товарищества собственников недвижимости ждут следующих шагов инициативной группы Верхнего Отрадного и заявляют, свою позицию они менять не собираются. Святослав Савенков, Анна Переверткина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.